Как искоренить в себе критическое и оценочное настроение по отношению к преданному? Ну, в общем, это не только по отношению к преданным критическое настроение, оно ко всем критическое настроение, преданное и непреданное. Все, кто попадает в поле зрения, моего ума, сразу же начинает его оценивать, критиковать в смысле оценивать. для того, чтобы понять вообще, как с этим существом, которое попало в поле зрения моего ума, теперь вести. Поэтому я оцениваю. И я очень беспокоюсь, если это существо в чём-то меня превосходит или делает как-то не так, как я хочу. Сразу же начинаю раздражаться, сразу же начинаю как-то негативные эмоции испытывать по отношению к этому человеку. Это не то, как к преданным, это к обычным людям. Тем, кто входит в контакт с нами, в самодействие с нами. Поэтому эта проблема есть. Здорово, что мы вообще на неё обращаем внимание, осознаём её. И что с этим делать? Ну вот посмотреть на мир глазами духовного учителя. Потому что как смотреть своими глазами, мы уже и так знаем, этому учиться не надо, мы и так уже и смотрим. Поэтому тут есть и критика, и ненависть, и всё остальное. Ну то есть этому не надо учиться, мы уже так делаем. И если мы будем продолжать вот так делать и так смотреть, то вы понимаете, что с нами произойдёт. Это уже экстрасенсом быть не надо, чтобы понять, что с нами будет. То есть мы получим реакции свои. Но когда мы смотрим на мир глазами духовного учителя, который видит Кришну, видит живых существ, Шага Прабхупада так видит, так учит нас смотреть на мир. Вот когда мы пытаемся смотреть на его глазами, тогда у нас есть шанс. Конечно, ум будет говорить, там тот недостаток, этот недостаток, тело у него не то, в другой стране он что-то ещё. Но духовный учитель говорит, самое важное, что там есть преданность, увидеть преданность в этом человеке. Если мы верные последователи своего духовного учителя, то мы искренне постараемся увидеть преданность и сосредоточиться на этом. Это преданность. Да, может быть, есть какие-то недостатки, которые задевают моё тело, мой ум, но я хочу именно видеть так, акцентироваться на том, на чём говорит мне духовный учитель. Вот только такой вариант, когда мы слушаем Гуру и видим мир его глазами, только такой вариант даёт нам шанс увидеть мир по-другому. И борьба какая-то будет в уме, конечно же, я по себе знаю. Но Гуру говорит, вот так надо смотреть, и он говорит, нет, надо вот так. И вот тут борьба, как же смотреть. Но я хочу, искренне молюсь Кришне, чтобы смотреть на мир глазами духовного учителя. Потому что я хочу жить так же, как духовный учитель, в таком же состоянии. Я не хочу превратиться в идиота, который будет счастлив здесь, в своём невежестве. Я хочу быть счастливым так, как духовный учитель. Поэтому я хочу идти за ним и видеть мир так, как он говорит. Вот это решение. Продолжение следует... Распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды Интернет-Санкт-Киртаны. Мы поддержим низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цены на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизировано распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом Интернет-Санкт-Киртаны Интернет-Санкт-Киртаны.